Так, ребят, всем привет! Сегодня я хотел бы рассказать вам свой отзыв после примерно полмесяца езды на велосипеде. Новый велосипед я себе купил. Стелс-навигатор 760D. D это значит, что у него не только дисковые, но и гидравлические тормоза. Очень классные, просто действительно как на автомобиле. Просто чуть-чуть зажимаешь, они уже работают, можно мизинчиками зажимать, они уже тормозят, это очень круто. Сразу же поменял, значит, вот эти вот, не знаю, накладки на роликах, как они там называются, на ладонике. Ну, короче, вот эти вот штуки резина стали толстыми и удобными, потому что были очень тонкие. И, кстати, вот эта вот часть, толстая резина, она тоже создает амортизацию. Вот так. Поставил новые крылья, очень старые. Вот. И, соответственно, поэтому, короче, крылья старые, и они подходят к предыдущему велику. Сейчас на нем были 26-дюймовые диски, и здесь они тоже подходят. Диски 27,5-дюймовые. Соответственно, тормоз седение, оно здесь было очень тонкое. Ну, по нашим дорогам, когда ездишь, бывает очень плохо ездить, короче, когда тонкое, короче, седло, то, ну, вы понимаете, да, может себе все отбить, несмотря даже на переднюю вилку с амортизацией. Вот. Ну, и сзади вот это новое кресло, действительно, ну, не знаю, оно у меня уже год или больше года, и вот так вот работает. Вот. Короче, классно работает. Здесь толще, чем у меня был у велосипеда, вот эта вот труба, на предыдущем она у меня, кстати, поломалась, потому что была тонкая, и размер был меньше. Труба вот эта вот больше, ну, короче, я подобрал этот размер 21, велосипеды у меня идеально подходят, предыдущие по 19, у меня рост 1,85, и 19 размер не проходил. Что дальше, друзья? Переключатели Altus, Shimano Altus, и здесь, кстати, пока не забыл, вот есть докератор хода пружины на передней вилке амортизационной, ну, и я вообще ни разу не пользовался. Здесь, короче, дальше этот самый, здесь дальше, короче, что еще сказать, ну, Altus, вот эти переключатели настроены не совсем хорошо. Бывает такое, что, ну, было в начале, сейчас уже, в общем-то, прошло, проходит, или я уже стал не замечать, было такое, что иногда ставишь передачу, он ее переключает. Вот, ну, 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 сходит, знаете, какой-то дешевый китайский, потому что здесь, не знаю. Вот, соответственно, очень крутая вот эта вот ножка, улучшенная на двух винтах, крепится, и лучше, чем было, чем вот этот дешевый цвет. Колеса 27,5, держит лучше скорость, чем 26-дюймовые колеса, 27,5, он держит скорость, если набрали скорость, он ее держит. Вот, отлично. Тут, значит, сплав, значит, какой-то алюминия улучшенный, здесь, кстати, его название где-то есть, этого сплава, но я его не вижу. Вот, значит, здесь есть размер, frame size, все отлично, x6, вот, x6, это алюминиюм, вот, это вот, x6, алюминиюм, вот, друзья, значит, что еще сказать, ну, все пока работает хорошо, колеса, Вот, кстати, у меня старый стоит стелс 630, на нем и механические, ну, короче, вот такие тормоза, вот, я не знаю, как они там называются, V-образные, по-моему, или как-то так. И, соответственно, 26-дюймовые, и колеса на нем толще, чем здесь, здесь они немного потоньше, вот, и поэтому хорошо очень держит скорость на дороге, очень классно. Вот, соответственно, что еще сказать, то, что здесь уменьшенные и железные педали уменьшены, ну, я уже привык, в общем-то, хотя поначалу был не очень привычный. Соответственно, друзья, ну, короче, покупка доволен, действительно, размер надо подрост, вот, у меня метр восемь пять, надо подрост вас один размер велосипеда. Нравится дизайн, значит, самого велосипеда, кстати, купил замок дорогой за 2 500, значит, на велосипед, тут цепь под ним очень такая толстая, ну, короче, не хиленький такой замок, надеюсь, что он справится, если что, вот. Ну, и, друзья, короче, нравится все абсолютно на велосипеде, все устраивает, и руль еще, кстати, шире, чем он остался в 630, вот на этом, и это еще и комфортно, и вот эта вот часть, кстати, по размерам, вот эта вот отсюда досюда, размер ровно такой же, как на 19-м, вот этом велосипеде. Единственная разница, это вот этой трубы, она, ну, значительно увеличена, за счет чего торчит вот это седло сильно немного. Друзья, вот, собственно, я все не знаю, что сказать, что добавить, покупкой рад, и обязательно ставьте крылья, потому что без крыльев все испачкаетесь, я, особенно, ешь в любое время, в любое погодное время, вот, и, вот, собственно, вот так, раскраска мне нравится, вот так выглядит спереди, сбоку, кстати, тоже нужно показать. Вот, соответственно, что там, переключатель выглядит вот так вот, не совсем удобно было привыкать, что установить вот здесь вот один, поднятие передачи, либо сброс, вот такие вот переключатели. Мне особо привычно это то, что обычно 7-звездочная кассета сзади, здесь кассета 9-звездочная, вот так. Ну, и особенность то, что вроде как бы этот переключатель должен находиться за вот этой вот рамой, вот, как говорилось, ну, я вот смотрю, и вижу чуть-чуть торчит этот переключатель, думаю, что вы тоже видите, поэтому, не знаю, возможно, за то, что у меня вот последняя, самая маленькая передача. Вот так же, друзья, велосипедом доволен, до этого у меня торчали здесь провода, теперь они торчат, ну, не торчат, а внутри, зато внизу, там, вот эти провода выходят, внизу, вот там, и поэтому они как раз закрывают серийный номер велика, что тоже не очень хорошо, на мой взгляд. Друзья, вот, собственно, и все, не знаю еще, что сказать, что добавить, короче, вот так вот. Крыли нужны просто до зареза, ну, еще пришлось колхозить из-за того, что у меня не было винтов, я не куплю винты, вот здесь, вот там, поставлю все переключу, как положено. Друзья, вот, собственно, и все, не знаю еще, что сказать, рад великом, вот такой вот он, и форма, дизайн мне тоже нравится, вот такая вот изогнутая. Вот, собственно, и все, всем пока доставим.